в определённой системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определённых ситуациях, в определённый момент, и из Индии, и из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии, и всё понятно. Но индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельно, очень национально ориентированно. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и тогда фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных лиц в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие. Попытка загнать их в определённую клетку обязательств – это в известной степени, это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим о Леден-Капанбурге. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанно на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупрежать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от спеси, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого. Мышление эпохи колониального владычества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась. И никогда больше не вернется. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобные поведения велок воспроизводства одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенное оправдание. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко ничтожить всю жизнь. А невероятная помощь, чтобы манипуляция сознанием ведет к потере чувства реальности. Из этого пороченного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось сказать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющая компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место, не время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам, стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития в основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытывания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир все более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими людьми. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточна в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общественностями. И, главное, поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ранее достижения приемлемого для всех языков. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблемах. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутреполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорили? Это чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность к поведению политических идей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не теиминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов, на мой взгляд, станет гораздо меньше. А методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объясним, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, чему хотим. Безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся. К чему мы хотим прийти? И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо встретиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, но действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнёров второго сока, или на как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям форума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21 века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной, военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений. А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход идёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливалась. По-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивайте, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Её проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим – вот в чём проблема. В самоуверенности – вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киев в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично, а здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в насыском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начиная киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год, а специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигантом, потерявшему чувство мира и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо ещё осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную, и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, мы, они, порочное наследие 20 века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенному части, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиена внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всем случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской Народной Республики, в определенных ситуациях, в определенный момент, из Индии, из той же Паталии. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии, все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводят. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных лиц в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Ну, как и сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом капанбурге. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от песен, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального владичества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того, что – больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенное вопрос. Человечество обладает средствами, способными, как известно, элегко уничтожить всуку. А невероятная, по-моему, чтобы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучшая и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам. Я стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном. И в ценности их народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире в мере беспорядочных сожжения, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с их сокращающими. Я убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивируют, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточна в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние по себе, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами. И, главное, поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественное и отвратительное, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать радио в достижение приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблемах. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутреполитические изменения, и с тем же напором, и безцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то, здрасте. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность в поведении политических людей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на котором основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов в мире, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие и не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объясним, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо встретиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртый. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех – от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сока или как изгоев или дикарей. Пятый. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестую. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим принижаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто свинится к миру и процветаю, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организационному флоруму, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21 века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, победились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, само мнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственным представлениям и интересам. Это должно было стать всем очевидным, должно было стать очевидным, но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй воли включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самонадеянность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически, такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивайте, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идео-проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась дегемену, потерявшему чувство мира, и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо ещё осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. Это даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-портических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии, и из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии, и всё понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом, к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности и, прежде всего, в сфере экономики, но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом, Капанбурге. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Импорядком основанным на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может быть, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от песни, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального владычества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения вело к воспроизводству одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю жизнь. Невероятная, потому что манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на балдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеялись. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой, просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяния нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам. Стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном. И в ценности к народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бессценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся, что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности в сокращающем мире. Я убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общественностями и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ранее достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблемах. Например, произойдут внутрополитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят мультиполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это не чушь какая-то, здрасте? Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность в поведении политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликт их мир, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно, и объясним, особенно для интеллектуальной среды. И в эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делают. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнёров второго сорт, или как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто свинится к миру и процветает. Готовы к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флорума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай. Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутирули между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной, военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства, благо наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход идёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто в них собирался, никто не хотел. Самонадеянность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёром, ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет. «В НАТО такая страна не нужна». «Нет». Давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот – кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично, а здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. война, начатая киевским режимом при активной поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась единому, потерявшему чувство мира и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо ещё осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, мы, они – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае её наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определённой части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий в экспансии, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определённой системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-путических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят. их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли. Уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно, из Китайской Народной Республики, в определенных ситуациях, в определенный момент, из Индии, из той же Паталии. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии, всё понятно. Но у них индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных лид в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссий после моего вступительного слова поговорим об этом поподробнее. Для этого международное право пытаются подменить порядок, каким порядком, основанным на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от песен, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу, таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того, что – больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю жизнь. А невероятная, потому что бы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой и в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучшая и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяния нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось сказать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место для меня для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам, стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития в основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценности к народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном порядке. Сохранять прочное единство такого государства, непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире в мере беспорядочных сожжения, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающим миром. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех, такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеет в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильная, и достаточно агрессивная. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ранее достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблемах. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорили? Это чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность к поведению политических идей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа. Интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов, на мой взгляд, станет гораздо меньше. А методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другая, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нем говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идем, к чему хотим. И, безусловно, будущее создается сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идет о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Что бы мы все ни делали, жизнь будет носить и внесет, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процессами. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему мы стремимся. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в регулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир построены на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И, действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнёров второго софта или как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности. И готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы заравноправились за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организационному форуму, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Я уверен, так будет и сегодня. Ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий. Но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И, думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений. А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственными представлениями и интересами. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход идёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их саталиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. И ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически, такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публичным нашим союзникам, нашим партнёрам. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а чего ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идём проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность – вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот – кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём деньги, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении 9 лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигерому, потерявшему чувство мира и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно легеному. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, мы, они – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий в экспансии, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-портических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят, а их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников, растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской народной республики. В определенных ситуациях, в определенный момент. Из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Ну, все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом вопросе. Для этого международные права пытаются подменить порядком. Ким порядком? Основанно на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от песен, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального логичества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения вело к воспроизводству одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенный аппарат. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю жизнь, а невероятная, потому что бы манипуляция сознанием ведет к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на балдайской площади. Концепции внешней политики России, принятые и в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из них это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам. Основные качества государственной цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценности к народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религии, национальности. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном порядке. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с этим сокращающим миром. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общественностями и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать радио достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутреполитические изменения. И с тем же напором, и без церемонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то, здрасте. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность к поведению политических единиц. Забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем, «Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов, на мой взгляд, станет гораздо меньше». А методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять, сообразно собственное представление. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной следы. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо строиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интереса. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта, или как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто свинится к миру и процветает, готовой к жёсткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флорума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда мы дискутируем между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. О таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы Куба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, само мнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственным представлениям и интересам. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а чего ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идём проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не разговаривал о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киев в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём деньги, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизвежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигерому, потерявшему чувство меры и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе и чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, мы, они – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае её наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определённой части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансии, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определённой системе, этого самого гигиона внутри блоков, внутри НАТО либо других военно-политических блоков. Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае, большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно, совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской народной республики, в определённых ситуациях, в определённый момент. Сейчас заигрывают, конечно, мы все прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии, всё понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага тоже избирательно, стараются действовать аккуратно, но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности и, прежде всего, в сфере экономики, как сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссий после моего вступительного слова поговорим о Владимир Капанбурге. Для этого международные права пытаются подменить порядком. Ким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу, таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального логичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения вело к воспроизводству одного и того же больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенный вопрос. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю жизнь. А невероятная, по-моему, чтобы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на балдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеялись. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из них это своё. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценности их народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности – духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом – по-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных сожжения, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности. Возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающим миром. Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировать, не к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточна в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягания, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами, и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать в равные достижения приемлемые для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблеме. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят мультиполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то, просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность к поведению политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликт их мир, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объясним, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. Безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо строить. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртый. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех – от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как изгорев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестую. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто свинится к миру и процветанию. Мы готовы к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флорума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21 века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь, потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие, многие, многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Они осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений. А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственным представлениям и интересам. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали, такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? И дело проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизвежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигимону, потерявшему чувство меры и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный контроль. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, мы, они – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае, ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий в экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе, этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае, большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников, растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лимпить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, из Индии, из той же Паталии. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельно. Я думаю, что эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Ну, как и сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссий после моего вступительного слова поговорим о Владимир Капанбурге. Для этого международные права пытаются подменить порядком. Какие порядки? Основаны на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от песни, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального логичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения вело к воспроизводству одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенный оправдан. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко ничтожить в сухом. А невероятная, по-моему, чтобы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеялись. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющая компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место, не время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам, постараюсь. Основные качества государства и цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унидикация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бессынен. Мир все более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими. Я убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточна в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами. И, главное, поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественное и отвратительное, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать радио достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят муниципалитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность к поведению политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государственного народа, интересах, которые диктуются не чьиминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов, на мой взгляд, станет гораздо меньше. А методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объясним, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процессами. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они не более эффективны, и тем составом участников, то действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнёров второго сорт, или на как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим принижаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флора, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие, многие, многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной, военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственным представлением и интересом. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход идёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала. По-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценно-сенную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Её проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. В самоуверенности. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, ну, здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса, была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начиная киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигиенозу. Потерявшему чувство мира и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную, и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно регионам. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника. Это не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят. Да, их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии, и из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии, и всё понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельно, очень национально ориентированно. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом, к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО. А также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, это очевидная вещь, объём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как и сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим о Леден-Капанбурге. Для этого международные права пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Такой вы имеете право кого-то предупреждать. Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от спеси, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась. И никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения велок воспроизводства одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенный вопрос. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко ничтожить всю жизнь. Невероятная, по-моему, чтобы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайский площадь. Концепции внешней политики России, принятые в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой, просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось сказать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющая компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место, не время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшнему дню. Ну, предмет стараюсь это сделать. Основные качества государственной цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унидикация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития в основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности – в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытывания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир все более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходят именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации, на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации. А, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеет в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, если все будут придерживаться именно такого правила. Это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами. И, главное, поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественное и отвратительное, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ранее достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутреполитические изменения. И с тем же напором, и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорили? Это чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность к поведению политических идей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не чьиминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтах мира, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять в сообразном собственном представлении. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно, я объясню, особенно для интеллектуальной среды. И в эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложным или практически невозможным. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот, в чём надо встретиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других, или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на котором они не более эффективны, и тем составом участников, но действительно способен внести значительный вклад в регулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртый. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сока, или на как изгорев или дикарей. Пятый. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и друзей. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям форума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливалась, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колонии на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, нашим партнёрам. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Я спросил тебя, а чего ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идём проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев и этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса, барразвязная. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенное, самостоятельное и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угоден. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигиеному, потерявшему чувство меры, и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментален. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно регионам. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западной элиты. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий испанцев, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе, этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-путинских блоков. Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюблена тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются ликвить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской народной республики. В определенных ситуациях, в определенный момент. И из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Все понятно. Но индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО. А также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, это очевидная вещь, объем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как и сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом пропаганде. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от спеси, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобные поведения велок воспроизводства одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко ничтожить всю жизнь. А невероятная, потому что манипуляция сознанием ведет к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой, просвещенного господинка. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. По-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, с частью которого мне посчастливилось искать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющая компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место, не время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам, стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религии, национальности. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности – в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими людьми. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общественностями и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна. И достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ранее достижения приемлемого для всех языков. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало, свои какие-то действия. А завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором, и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность к поведению политических идей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не чьим минутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтах, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к научному заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно, я объясню, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот, в чём надо встретиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, но действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнёров второго софта, или на как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы заравноправились. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто свинится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям форума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь, потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена, происходят за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственным представлениям и интересам. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства, благо наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливалась, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, нашим партнёрам. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Я спросил тебя, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские, в России. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идём проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. В самоуверенности. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киев в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в насыстском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бондёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Вы послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении 9 лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса. Борозвезд. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась дегенерам, потерявшему чувство мира. И добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, мы, они, порочное наследие XX века, это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае, большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются ликвить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской народной республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом, к этому все сводят. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и, прежде всего, в сфере экономики. Ну, как сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссий после моего вступительного слова поговорим об этом поподробнее. Для этого международные права пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от бесей, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того же больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенный вопрос. Человечество обладает средствами, способными, как манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой вопрос. В этом году наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучшая и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось сказать. Выдающиеся мыслители во всем мире, приверженцы цивилизационного подхода размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшнему дню. Ну, предмет, стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унивикация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценности к народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности – духовном и культурном порядке. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир все более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся, что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочном, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими людьми. Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировать, не к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников нужного отношения. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягности, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, нестабильная и достаточно агрессивная. И еще одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать в отношении достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продаить. Именно продаить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться в этом проблеме. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страны настаивают на чем-то, продавливают во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположные. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры? На что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Чушь какая-то просто. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность к поведению политических идей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный поход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов мир, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к научному заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. Безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложным или практически невозможным. Что бы мы все ни делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процессами. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртый. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех – от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сока или как изгоев или дикарей. Пятый. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестую. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветает, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организационному форуму, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21 века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений. А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет. Это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход идёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обреченные на право мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а чего ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Её проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. В самоуверенности. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украину. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Вы послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионом людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса, боро-развязанных. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год, а специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гигимону, потерявшему чувство меры, и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам нужно осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-путинских блоков. Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской народной республики. В определенных ситуациях, в определенный момент. И из Индии, и из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. И даже из мусульман вообще пытаются лепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведет себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО. А также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъем части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссий после моего вступительного слова поговорим об этом пропаганде. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Какие порядки основаны на этих правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от песен, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального логичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того, что – больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю жизнь. Невероятная, по-моему, чтобы манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на балдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеялись. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяния нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось встать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющая компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшнему предмету, стараюсь. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном. И в ценности к народу. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бессценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся, что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающими людьми. Убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации, а, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим в себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважения со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, в защите своего цивилизационного выбора огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь. Свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать равные достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутреполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутреполитические изменения. И с тем же напором, и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое. Иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то, здрасте. Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны, безответственность к поведению политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов мир, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. Безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот в чём надо встретиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делают. Четвёртый. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех – от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как изгоев или дикарей. Пятая. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было. И, прежде всего, от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флорума, как всегда, за основательную, качественную подготовку. А всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21 века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным, должно было стать очевидным, но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию, обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колонии на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идеопроблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киев в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в насызском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенное, самостоятельное и уважающееся. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась дегементу, потерявшему чувство меры, и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо что-то осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнения уважаются, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать в мир ситуацию постоянного противостояния, мы, и они, порочное наследие XX века, это продукт западной политической культуры, во всяком случае, ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансий, но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе, этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, так живут другие государства. Мы видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае, большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят, а их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии, из той же Паталии. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии, всё понятно. Но индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное, я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла, но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага тоже избирательно, стараются действовать аккуратно, но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду, ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на таких правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Но это же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какой вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от песни, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления и эпохи колониального владичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того же – больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, элегко уничтожить всю жизнь. А невероятная, потому что манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного Господента. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. И для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам, стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и комодостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном. И в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном порядке. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир все более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов, и Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире в мире беспорядочных сожжений, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности в циклажающей мире. Я убеждён, что человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивирует, не к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция. Одна на всех. Такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение самим к себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, в защиту своего цивилизационного выбора огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние по себя, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными обществами, и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И еще одна очень важная вещь. Свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы со своей стороны всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать радио достижения приемлемого для всех результатов. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить. Именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Страна настаивает на чем-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Это чушь какая-то? Все это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющих их групп, сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность в поведении политических людей, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народа, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов в мире, по-моему, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие, и не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Чтобы мы все не делали, жизнь будет носить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и прочитания. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благороди и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всем. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвертое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от последия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спеть и перестать смотреть на других, как на партнеров второго сока, или как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности. И готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа. Должны рассматриваться как акт агрессии. Именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимости от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых и сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим принижаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто соединится к миру и процветает, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям флова, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарность за ваше внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики 21-го века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой. Так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам, срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной, военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарвате, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, ну просто зашкаливала. По-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что в попытке установить монополию обречены на право. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопанная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично, и нашим союзникам, нашим партнёрам, был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Вы спросите, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже… Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Идеологическая проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. Самоуверенность. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, которые затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бандюжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Ну, послушайте, мы здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной и прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год. А специальные военные операции направлены на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство. Суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно, просто по той причине, что та или иная страна не понравилась дегимону, потерявшему чувство мира, и, добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо что осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальный. Речь о принципах, на которых будет базироваться новая мера устройства. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно вегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, напомню. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния «мы», «они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае, ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе, этого самого гигиона, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае, большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать, большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия излюблена тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами, из кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии, но всё понятно. Ну, индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжают. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому всё сводит. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элитов в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытый блоковый формат. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО. А также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие. Попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, но это очевидная вещь, отъём части суверенитета. А затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики. Но, как и сейчас, происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом пропаганде. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Основанное на этих правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может быть, это тем, кто так говорит. Может быть, вам самим пора избавиться от песни, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу, таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше, на протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того, что больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, элегко уничтожить всуку. А невероятная, потому что манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Балдайской площади. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства на победу, которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для Асталии. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много, и ни одна из них не лучшая и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. Не для каждого из нас это своё. Для меня, например, отчаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось сказать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не местное время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшним предметам. Стараюсь это сделать. Основные качества государства цивилизации – многообразие и командостаточность. Вот два основных компонента. Современному миру чужда любая университация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития в основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном порядке. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире в мире беспорядочном, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё большее государство приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с этим сокращающим миром. Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы на него ни мотивирует, ни к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех, такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных...